Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ах, боже ты мой! Розового-то платья всё-таки нет! Ну что же это такое? Платье было заказано для нынешнего вечера, а принесут завтра утром! Здесь же всё так! Всё так! У меня такая досада, я... Ну просто повила бы кого-нибудь! Настя! Настя! Настенька! Настенька! Ну что, тётушка? Так что же не несут? Да тётушка... А что ты там ворчишь? Так без денег не отдаёт! Говорят, и без того много должны! Что? Ты мне грубить ещё будешь? Вот она, благодарность! Я её сироту, круглую, взяла к себе в дом, кормлю, одеваю, а она мне ещё и колкости говорит! Нет, моя дорогая, я тебе забываться не позволю! Что? Сухари насушили? Ну, мороженое вертят? Вот, вот ты же ни об чём не подумаешь! Что? Что ты стала как вкопанная? Машенька, вот не плечёсанная! Шпильки подавай! Вот тут напустить колечки! Ах, маменька! А если платье не принесу, то я никуда не выйду! Как хотите! Останусь в своей комнате! Скажусь больной! Как хотите! Что? Что? Да ты с ума сошла? Да! Ведь я же для тебя этот вечер делаю! А её не будет! Ну что же, по-твоему? Приказу, что мне за тебя танцевать? А у нас будут самые лучшие женихи! Кавалеры, кавалеры! Да вот так они все и приедут! А чего ж они не приедут? Да приедут! Ну а что они тут у вас забыли? Ведь нынче есть баллы и получше вашего! Вот я вам говорила обождать, а вы всё по-своему да по-своему хотите! Машенька, ты понимаешь, что тебе уже замуж выходить пора? У меня своими балами, но просто уже никаких сил не достаёт! Так, слушай меня внимательно! Сегодня будет князь Курдюков! Ты постарайся ему понравиться! Так ли, тёша, старик, тётушка! А ты что? Да вас же никто не спрашивает! Ничего? Что вам, старик? У него деньги-то молодые! От кого? От кого? Что? Князь отменяется и говорить быть не может! Ну а что я вам говорила? А что, Машенька, за платье-то посылать? Князя-то всё равно не будут! Ну уж, конечно, посылать! Вы что это думаете? Я из-за этого вашего старика? Буду без платьев, что ли, ходить? Ладно, хорошо. Пока пойду за деньгами, пошлю за платьями. Давно пора! Наступайте же! О-тью-тью-тью-тью-тью-тью! Вырастила себе невесту! Это же разорение! Да и только! Да и только! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Настя! АПЛОДИСМЕНТЫ Настя! А об чём ты думаешь? Да так мне о чём, грустно что-то. Ой, вздор какой! Да вот посмотри, пристала ко мне эта прическа. Пристала. Очень пристала. Очень. Очень. Ой. Ой, браво. Так! А ты в чём пойдёшь? Да я так останусь. Мне к чему наряжаться? Меня никто не заметит. Так. О! Ты и в плите лент в косу. Иди посмотри, у меня в шкафу много старых лент. Нет, зачем? Нет, ну, ну, как хочешь. Ой. Зарья Семёновна, дома что ли? Зарья? А-а-а! Что это, какой мужчина? А-а-а-а! 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 А-а-а! Семёновна! А-а-а! О! Извините! Я испугал здесь кого-то. А вот эта дочка! Хозяйки, нет дома видно? Нет дома. Я пойду скажу. Ни-ни! Мне именно вас-то и надо. Меня? Да! Позвольте хорошенечко только взглянуть на вас. Поверни течь немного. Без подобно. Лучше вас и желать бы не мог. Да я не знаю вас вовсе. О! Со мной скоро познакомитесь. Ха! 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 А, позвольте вас спросить, а, который вам год? Восемнадцать. Отлично! А, скажите, женихи имеются у вас? Нет. Хе, а че ж они дураки-то не глядят? Скажите, а вы сами мышляйте о замужестве? Извините, мне некогда. Не, 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 не Сергей Этель. Я Золотников, подкупщик, слыхали, может быть. Человек разбогатевший, так греть моя близкая немного. А, собственно, у вас принимаю живое участие. Поверьте, нарочно для вас приехал из Казани, чтобы сделать вам предложение. Вы? Да! Нет! Вы не думайте, что преть обо мне шла. Во-первых, мне 50 лет. А во-вторых, физиономия моя далеко не зрачна, а в-третьих, у меня жена сидит в тамбове дома. Нет! Нет! Ага. Нет! Нет! О! Я хочу женить своего сына. И, или сказать по правде, очень бы мне хотелось его женить на вас. А разумеется, если вы полюбите друг друга. Вы ведь никого не любите, а жите по правде. Никого не любите. Сына я вам представлю, он у меня малый добрый. И, сердце только, нежное, дайте только слово, что не будете прочь от моего предложения. Послушайте, слово не шутка, там же слово его держать надо. А я сына вашего не знаю вовсе. Так что он здесь дожидается, в гостиной. Да не как вот и хозяйка. Эге-ге-ге, как переменилась-то. Талья-то была в рюмочку. А теперь, слава тебе, господи. Линария Семеновна, узнаете ли вы меня? Вы виновата-с. Ну, припомните-ка, хорошенько. Ну, позвольте-с. Нет, извините-с, не могу. Спасибо, Дарья Семеновна. О, а позвольте вас спросить, играете ли вы еще на фортепианах? Батюшка, ну куда по мне? А помните, в девятнадцатом году в Казани Василий Петрович! Ах, многоблежный! Вот оно время там. Другим человеком стал. Тут ничего не было, появилось. Тут-то много было, почти ничего не осталось. Дарья Семеновна, ты не осталась. Вот он привел светиться. Василий Петрович, я вам так же стараюсь, как и вы. Ай, ну ладно. А мне тут говорили, вы разбогатили, говорит, страшно! Эх, с горя, Дарья Семеновна, как вы отказали мне, помните? Я вошел в дела, в торги, разбогател на беду, да, с отчаянием-то и женился. Ай, ну это из постоянства, верно? А сюда вы какими судьбами? Делишки есть. Да вот, сына привез. А детей у вас много? Один сын всего. Женатый. Нет, холостойнича! Я вас прошу, Василий Петрович, покорнейше, садиться. Настя, иди, посмотри, за женой Люсвечи в гостиной. Так присаживайтесь, Василий Петрович. Господи, о чем же вы это говорили-то? Да, об сыне. Женить его хочу. Василий Петрович, будьте осторожны. В Петербурге девушки на вид все хороши. А как замуж-то выйдут. Но видно же, что воспитание-то не то. Да вовсе не то. Вот у меня дочка. Но я бы могла похвастать. Да, я говорил сейчас с ней. Ну и нет. Василий Петрович, вы говорили с моей племянницей. Сиротой круглой, которую я держу только из-за одной милости. Василий Петрович. Да я же мать. Но я вам скажу, моя дочь так воспитана, ну так приготовлена. Маменька! Что, светик мой? Палатье принесли! И тут, дружочек мой, ну такая непинная. Господи, ну она же младенца. Пристыдит! Вот. Вот этого-то мне и надо. Саша мой малый добрый. Только в голове у него еще ветер. Наговорили ему, что у него два миллиона. И... Он в лукомборе, тут с молодой, он в лукомборе, он в лукомборе цепь, на доме там, я бы молчил. Два миллиона! Два миллиона! Так поверите, сердце такое нежное, только юбку видит, так и растает. Ну, что станешь делать? Она, по молодости, ты, конечно, ничего. А летом, в том бою, жениться, она думала, на интриганте какой-то. Хорошо, гусар, пора отвернулся, а то бы я, я к ним плакался. Я вижу, дело плохо, сына с собой, бабочки, в Питер. Да, и к вам, Дарья Семеновна, и старой памяти-то знаю, не откажете в добром совете. А у вас я слышал, дочь! У меня дочь! Кто знает, дети наши познакомятся, слюбятся, хлини мы. Так, дети наши, не так ли? Так ли? Да! Ну, на детей полюбуемся! А? Позвольте! Ручку! Поцеловать! Терять нечего. А вот это, вот это с удовольствием! И рука там постарела! И рука там постарела! Ручку! Позвольте! Терять нечего. Ручку! 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 Ручка! 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 Вы табак нюхнете? Стой! Валерий Петрович, да вы что? Это же для глаз! Девенька! Ну, ступайте же туда! Ну, какие вы я взносные! И тоже, дружочек ты мой! Я вам сейчас ее приведу. Не будьте слишком строги. Комарки, туп-сиду, золотая цепь надумит он. И ночью ходят два миллиона! Господи, что за перемена! Меня не узнала! Вот тебе и урок, Василий Петрович! Тридцать лет, мужики! И три года вспоминал об ней с наслаждением! Воображал ее прежней кроссовицей! И вот, дернула меня сюда приехать! Ах, право, хуже оплющик, как не видавшись тридцать лет! Найдешь развалинок старуши! Найдешь развалинок старуши любви, любви, любви восторжений предмет! Ах, Даша, в прежней ягодочке с тобой встречались мы не так! Тогда ты нюхала цветочки! Теперь, теперь, теперь ты нюхаешь табак! Теперь, теперь, теперь ты нюхаешь табак! Батюшка, обними меня! Я согласен, будь по-твоему, я в жиле устанее! Она мне нравится, очень нравится! Я доволен, я рад, я счастлив, я благополучен! Батюшка, обними меня! Да, погоди! Нет! Обними меня! Да вы, слышали! Нет, батюшка, ну! Обними меня! Вот так! Еще раз! Батюшка, батюшка, и жилу! Я женюсь на ней, и именно на ней, не на ком другом, а на ней! Вот придумал, вот отец! Обними меня еще раз! Глаза, Дарья, волосы! А какой характер? Сейчас видно! Родитель благословит! Да вы, слушай! Отвяжись, пожалуйста! Мы ошиблись! Это была не она! Как не она? Она, она, она! Батюшка, я не хочу, чтобы она была не она! Да я сам ошибся! Ты думаешь, я разговаривал с дочерью? Ну да! А вот в том-то и дело, что это была не дочь! Да как не дочь, ну! Не родилась же она без отца и без матери, а! Ну чья-нибудь она, дочь? Ну, была же маменька какая-то! Ты и папенька тоже! Она племянница! Ай, да все равно! И говорят же тебе, что она племянница! Да хоть бы дядей она была! А я все-таки живу с ней! Твоя была воля! А воля отцовская закон! Да я брочил тебе другую! Нет! Воля отцовская законы! Я не хочу другую! Не шуми! Идут сюда! Ничего! Пусть они идут! Ну, скажи, чтобы не шли! Ну! Сгляни! Только! Ай! Я и передеть не хочу! Ну! Сгляни! А вот вам и моя Машенька! Василий Петрович! Поднимай! Прошу вас любить! Ты жаловать! Что? Ага! Держи, Бимка, прямее! Она у меня девушка застенчивая! Да присядь же ты! Ну, хорошенько! Да я извини, Василий Петрович! Она у меня девушка не светская! Все больше с рукоделием, да с окниками! Да перестаньте, маменька! Нет! Я ей говорю! Машенька! Ну, куда же ты в свои лета глаза портишь? Ведь в твои лета нужно искать удовольствие, веселиться! А нам нет, Василий Петрович! Да нет, говорит, маменька! Ни к чему мне все эти удовольствия! Женское дело не танцевать и не кокетничать, а быть доброй супругой и нежной матерью! Маменька, я уйду! Нет! Позвольте! Я же ей все хозяйство на руки отдала! Пусть чает, привыкает, а в свободное время пусть рисует, музыкой занимается! А где лишь у тебя эта головка, которую ты кончила без учительного? Аполлона Винпетельского не взорвала! Шутят! Маменька, вы мне надоели! А вот, сударыня, и мой сынок! Доклоняйся же! Не хочу! Очень приятно познакомиться! Подскажите, пожалуйста, вы первый раз пребываете у нас в Петербурге? И так! А надолго ли вы собираетесь здесь оставаться? Нет! Ну, отчего же это так? А то вот так! Ах, маленькая! Ах, ваши вопросы не скромны! Быть может, им неприятны! Это где уж мне говорить с молодыми? Это твое дело занимать молодых! Вот тебе, Петрович! Идемте-ка! Старканят, не виделись! Есть о чем переговорить! Пусть они сами без нас познакомятся! Без нас как-то посвободнее, что ли, будет? Конечно! О, где ты, у тебя? Туда! А ты, матушка, похозяйничай тут за меня! Пора привыкать! Собойте в девку хатаны глядишь! Сама там конца ждет! Все воли Господней! Да только помни! У лука моря дуб зеленый! И два миллиона третий, господи! Василий Петрович! Привет! Василий Петрович! Пусть! Хищи, чемпион! Ааа! Эй! 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 Да и не тратих, чемпион! Эй! 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 Поехали! Он, кажется, вовсе не обтесанный. Какая жалость! Нет, ну как же ее можно сравнить с той? Ну, вот и глаза, талия, волосы. Однако ж, и это порядочное так себе. А не угодно ли садиться? Нет, нет, зачем же с это? А как вам нравится наш Петербург? Что с... Петербург вам нравится? А, Петербург, что ли? Ну, он же известный. А когда вы изволили приехать? В самый день магнитного освещения. Изволили слышать? Да, я слышала, но не видела. А в пассаже вы уже были? А как же с... Да, я еще внизу фановые пироги ел. И вам понравилось? Пироги, что ли? Нет. Пассаж! А, ну, приятное гуляние. Братьев Мальчугиных слышу. А в балете вы уже были? Нет, ну, без билета нет балета. А хотя, говорят, фанец лет превосходно танцует что-то с пером. Взяла перо, пошла писать. А, я в русский театр ходил. На Мартынова поглядеть? Ну, помилуйте, этот ваш Мартынов. Да я сам не хуже бы сыграл. Ну, а что ж вы не садитесь? Да не беспокойтесь! Глаза-то! Глаза-то какие?! Где-то, где же у меня были глаза, что я не увидел ее глаз?! А у нас в нынешнем году славно опера. Говорят. А вы? Что? Будь может, сами музыкант? А как же сын? Играй немножко. На фортепианах. Преимущественно на волторне. А... А вы? А я... ...пою! Немножко... А неужели... Какая-то... Приятная... Я не знаю, о чем. Мне с первого раза это не понравилось, но... Она очень, очень мила! И... Манера какая прекрасная! Ой... Я... Я... ...право не знаю. Смей ли я вас просить? К... Как-с? Я... 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 Я не знаю. Смей ли я вас просить? Что? Да... Я... Я говорю, я не знаю. С первого раза смей ли я вас просить? Аж ободрите меня, пожалуйста. А... Ну а чего же? Ну... Ну что вам угодно? Я... 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 Право не знаю. Смей ли я вас спросить? Алло, барышня? Да это... Это не девушка, а очарование. А? А счастливьте, пожалуйста. Дайте послушать. А... 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 Да... Да мы ждем гостей. Ну... Успеете? Ну... Ну нет, я права сегодня не в голосе. Ну попробуйте. Ну разве что... Для вас... Для вас... Для вас... Для вас... Она сказала для вас... Для меня... Я ей... Погравился. Я... Только... Вы меня, пожалуйста, акомпонируйте. Вот... У меня тут новый... Роман... С... С удовольствием. ТОРОННОГТА А-А-А! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Любовь, Любовь, Любовь Скажи, о чем наедине проснул я в девушках, гадать, что тайным трепетам во сне есть страны. Радость предвещает недолг от страны, назови, в котором вечная отрада, чего ей ждать, чего ей надо. Любовь, Любовь, Любови! Когда от жизни не на и тоски Ты утовлённый, изнываешь В золой печали Вопреки хоть призвать счастье Призываешь, что усаждает Круто мою Недельный субботник Неземный Готов, слышно Ты впервые Ах, что за голос Что за голос, какое чувство Какая душа Я в восторге Вы меня с ума свели Я с ума теперь сойду Как вы не позволите надеяться Как надеяться Как, а вы разве ничего не знаете Нет Вы не знаете, что ваша старуха Была влюблена когда-то прежде Моя устрика Как И маменька тоже Вот уж никогда бы не подумала Да она мне ничего об этом не говорила Да мне никогда об этом не говорят Ну Вот батюшка и выдумала Чтобы я на вас Или вы за меня Да это все равно Только это от вас зависит Влюблен Влюблен Совершенно влюблен Ну вот так вы мне откажете Я буду самым несчастным из смертных Ну так говорите же Батюшка желает моего счастья Он только и думает, что в моем счастье Да я желаю себе счастья Да кто не желает себе счастья Только вы, может быть, не хотите моего счастья Ну а чего же В самом деле вы хотите моего счастья Разумеется Так я могу надеяться Я завишу от маменьки Да ну не маменьки тут дело В сторону маменьки Вы мне про себя скажите Могу ли я вам Нравится Ну Ну почему бы и нет Марья Как расположишь я? Петровна Маша Я счастливейший человек в мире Я уже перестану любить Любить так Как никто еще не любил И любить не будет Подождите-ка Ждать? Зачем ждать? Ждать? Это лицемерство Я люблю вас Мы любим друг друга Мы будем счастливы У нас будут дети Делайте из меня что хотите Приказывайте Располагайте Позвольте только доказать вам Любовь мою Вы правы Престранный человек Но только видите У нас сегодня будет танцевальный вечер Вы хотите Танцевать со мной? Не взыщите я Я так сумеюсь Да это все равно Только видите У меня нет букета Так и что же На что вам букет? Ну как? Вы не знаете? Это в моде Иметь в руках букет Вы меня не понимаете Нет Ну так я вам скажу Идите И принесите мне букет Только обязательно Из живых цветов А куда же я пойдусь? А куда хотите Это уже ваше дело А мне надо встречать гостей Ну ступайте же Какая Ручка Что за ручка просто чудо Что за ручка просто чудо Целовать бы век Готов А ступайте же покуда А ступайте же покуда Принесите 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 мне Цветок Что за странности такие Вон в букете Что за врод Вон на что цветы чужие Вон на что цветы чужие Сами лучшие Сами лучшие Сами лучшие Цветок Ты куда? Сумасшедший Батюшка С букетом поздравляю тебя Обними меня Я исполню твое приказание Твое желание Для меня закон Я Я Я Я счастлив Батюшка Я весь Переродился Из живых цветов Да что Случилось? Только что Случилось Я же влюблен На твоем приказание Воля Отцовский закон Я женюсь на них Когда хочешь Дать нынче Родители Благослови Нет Объяснись Перо Обними Обними По-родительски Кончено Решено Я женюсь на ней Да над ком На ней На племяннице На дочь На На Настеньке Нет Нет На Машеньке На моей Машеньке На Марье Петровне Ну для всех А на Марье Петровне Отземья Машенька А как же ты мне Сказывал Что влюблен Другую В первую В первую Да Да нет батюшка Ну это мне только так Погазалось А Впрочем она Очень-очень милая Девушка Только это ты сам Отец мой Мне назначен Да А к тому же Она поет батюшка Так поет Батюшка Вот ты слыхал грязи Нет Не слыхал Вот и я не слыхал Так вот Как поет Ну и я не слыхал Ну и я слыхал Гастер Ну и я слыхал Ну и я слыхал Ну и я слыхал Едет за букетами, за конфетами. Она это приказала, она это желает. Ну, ступай, один. Нет, батюшка, я один не иду, ничего не найду. Да объясни, по крайней мере. Дорогой все объясню. Не забудь, что от этого зависит судьба моей жизни. Дорогой все объясни. Это ваш бюван, матушка, конечно. Бюван, маменька. У генерала Желхолебовой точно такой же есть. Ну, скажите, как в Петербурге так все живут. А вы давно в Кетербурге не были? Да пятнадцать лет, шутка сказала. Давай, только надо признаться. Дорогонько у вас. Да, недешево. Да помилуйте, к чему не приступить. Ой, вот у нас говядина. Тридцать четыре коления. Ну, слыха налетела. Поверите, квартира такая наняла, что на Стамбуле стряпчиво не захотела жить. Ой, ну вот к чему не приступить, такая шарита. Фя-пе, маменька! Но все равно. А ваше платье? Шито в магазине. Или дома? Конечно, в магазине. Забрала. Сразу не нужно дома. Вы а где брали? А где брали? В пасташе. В пасташе, да? Как мило. А поигрывайте, новая графинка и карточки. Да страшная охотница. Дай мне себя. Только не за интересом. Вот так. Помоги-ка. Пор. Селепета. Ну, пастенье так. Маменька. Ну, что ли, муксур? Ой, выучили меня здесь вис какой-то играть. Такая веселая игра. Только знаете, такое странное название. Вис. О, виспом-дамур, кажется. Попаду, маменька. Да, ну, все равно. А много ли вы теперь выезжаете, а графин Григорьевна? Балы начались? Ой, да. Да, да, на беду. На беду. Это Катенька моя захворала. Да, ну, хорошо, что это, боже мой, что-то, крепкая натура. Вот. Выстрелила скоро. Ой. А тут доктор боялся, что сделается это так его. А, это ты. Рецептатив. Рецепт, матушка. А, это все равно. Рецепт, рецептатив. Ну, какая разница. А, нет, бедра, бедра. А где же ваша комната? А, здесь, в этой стороне. О, позвольте полюбопытствовать. Пожалуйста. Катенька, ну пойдем же. Сейчас приду, маменька. Ух, только ломаный, папа, надо. Какая манерная эта, маменька. Ну, ты из дивана нос поднимает. Вот в ванной, что живет, в Петербурге. Ну, разве я? Я ее хуже? Ну, тем. Ну, просто не тем. Ну, просто ты. Ну, не тем, не хуже. Мне самой семнадцать лет. И спроси любого. В Петербурге лучше нет. Катя из Стамбова. Против парышей других Я ничуть не хуже. Стану я не меньшей. В талии поуже. Пусть и волосы в России. И тому же я с детства Изучила тайны все. Женского, но детства. Знаю, шалости любя. Сердцем как лукавить. Так, наверное, себя Полюбить заставить. А глаза мои не взгляд Вечно крыльясят. То улыбкой подарят. То насмешкой терпесят. Мне самой семнадцать лет. И спроси любого. В Петербурге лучше нет. Катя из Стамбова. Катя из Стамбова. Вот ему кетец. На силу достал. Боже ты мой. Кого я вижу? Катерина Ивановна? Александр? А девять? С ней дурно. С ней дурно. Это я ее испугал. Это же для меня. Помогите. Помогите. Думаю, кричите ты. Что улыбка Терина Ивановна? Ты пробуешь нам взять припадок? Она же так задохнется в корсете. Нет ли ножниц разрезать снуровку? Вот, кстати. Не подхватите. Не подхватите. Не трогайте меня. Вы зачем ты здесь? Что вам угодно? Мало вам, что вы обманули меня. Что после всех вас их обещаний, умилений, вы бросили меня в сироту. Стопайте. Стопайте. Не подхвативайтесь мне на глаза. Вот, что оно. Это как это? Это я еще и виноват? Это он спрашивает. Виноват ли он? Да вы? Вы изверг, а не человек. Вы тут злой, бессонец злой. А что это такое? Это ужал. А вот это не ваше дело. Вы лучше отвечайте. И объясните ваш поступок. Нет, я права. Я не знаю, вот я сейчас с вами говорю. Ну, скажите, пожалуйста. Вы живете у нас в деревне? Да. Вы притворяетесь влюбленным? Как нет? Вы идите руки моей? Да. И вот когда я, как неопытная, безосидная девушка, начала чувствовать вам склонность. Пожелаю в сторону. Не глядите на меня. Так. Когда я согласилась на предложение вас, веряя вам в отесть свою, вы вдруг выедаете не простившись, не говоря ни слова, ты мне напишись, даже дядю. Так вот, точно. Ах, я несчастная. Да что ты это такое сделала? Нет, позвольтесь. Нет, позвольтесь. Поглядите-ка на меня. Нет, позвольте. Опять похорошела. Ты, что бишь, я хотел спросить? Кто? Да. Я хотел спросить. Что? Господи. Что вы из меня хотели такое сделать? Ну, как что? Я думала, что вы будете моим мужем. Ну, хорошо ли. Но скажите, ну, на кого вы после этого похожи? Да похож на вами. Да не в этом дело. Каким мужем вы хотели меня сделать? Ну, по каким? Обыкновенным. Да это каким обыкновенным? Хотелось бы очень мне узнать бы, Какие именно мужья, Какие именно мужья Спустя недельку после свадьбы Попал бы грешный с вами я. Все пополам у жен с мужьями. Чем их Господь благословит. Но как же муж, скажите сами, Но как же муж, скажите сами, Кусара с вами растит. Какой гусар? Что? Какой гусара? Вы не знаете, какого гусара? Да того самого гусара-ремонтера, Который гостил нас в деревне. А, так он-то мне братец. Такой братец. Троюродный. Да знаю я этих каких-братцев. Спасибо вам за это, братцы, Услуга Попорных. Что? Да вы, вы забываете их. Нет, я напротив, Очень даже помню. Вы не притворяйтесь, я все знаю. Да? И что это вы знаете такое? Я знаю, что он вам письма писал. Неправда. Да вот прекрасно, Да я сам читал эти письма. Да и что за письма-то такие? Что? Ай-яй-яй-яй-яй. Да-да-да-да. Ангел мой. Катенька. Ангел мой. Да фу! Где не учится гусар, Такие письма писает. Так вы... Вы на это рассердились? А вам что, мало? Да чего вы еще хотели? А почему вы смеетесь? Стопай, миленький. Такой... Сами саной... А потом... Ну я смешной! Вы! Опа! Да я... Да я не смешной, я... Я Миша! Ну... Я написана. Ну может быть вы объясните, Зачем вы получали гусарские письма? Ха! Ну конечно, Нет ничего легче. Ну попробуйте, Объясните-ка. А не хочу. Катерина Ивановна, Ну пожалуйста, Объясните. А вы не стоите этого. Катерина Ивановна, Я... Да я умоляю вас. Ну... Ты так жестокий. Ну так смутайте. Помните вы, Катеньку Рыбникову? Из которой гостил вас в деревне? Да. Да-да-да. А милый тебя на ведь одну отец. Ну это старшая сестра, А та другая. Так вот, Эти письма к ней, А я... Я их только передавала. Представляете, Он даже хотел Виниться на ней. Как Катерина, В самом деле... Катерина, Я... Я... Катерина, Я дурак. Я злодей. Я клеветник. Я... Я нечестивц. Катерина Ивановна, Дмитрий, Отбейте меня. Дерзайте меня. Я без вины виноват. Да я не знаю, Зачем мне этот Пусартов в голову лезвие, А? Катерина Ивановна, Простите меня. Нет. Полный Теперь. Катерина Ивановна, Так вы Не вины. Ну, конечно. А, впротив, Как вам Угодно? Катерина Ивановна, Я умоляю вас, Не дайте умереть с горя. Нет. Я... Я... Я бедная девушка. Я люблю Любу Зара. А... Меня... Меня... Меня каждый Оскорбить Мозык. Мне Пусть, но Ветено быть Нечастной. Ветено Любить И страдать. Воденокте Стымет. Катерина Ивановна, Простите меня. А вы Больше Не почти Ревновать. Никогда, Катерина Ивановна. Только... Мам! Это Новость Какая! Губы Батюшка! Батюшка! Это Она Катерина Ивановна Катя Тамбовская. Я Изверх Родочеловечество Гусар Писал Письма Крыбникову И хотел Жениться Нарыдниковой. Она Моя Катенька Любила И страдала Меня. Да Говори Это Хоть По-русски! Она Любила Батюшка И страдала За Меня. Да Ты Брат Из Ума Выжил! Батюшка! Батюшка! Обними Меня! Обнижись Болван! Его Измел! Нет! Я Хочу! Я Должен Я Я Решился Загладить Своё Преступление Я Обязан Перевкачить Я Я Не могу Иначе Я Женюсь На Катеньке На Моей Катеньке Да Женишь Ты На Ком Хочешь Ты Мне Надоел Наконец Я Даю Тебе Четверть Часа Думаться А Уж Там Иду Освидетельствовать Купец Купец Куправлении Я Посажу Тебя В сумасшедший Дом Терпения Ни Такого Не Станет Слышишь Чтобы Через Четверть Часа Был Ответ Ой Матюшка Отвяжись Ты Дурак От Матюшка Матюшка Нет Вот положение Вот положение Я женюсь на дитиле Ванне Это решено Это моя священная обязанность Но я спросил руки Марьи Петровны Я Я взволновал ее воображение Да Да что за девушка Марья Петровна Прелесть Идеал Рассуд Какие бель Очень бы и на ней хотелось жениться Да вот Настенька Племянница И на ней было бы не дурно жениться Да Вот положение Да Вот положение Ну вот На трех Жениться не позволят А на одной мало Вот оно Нежное сердце Да Вот оно До чего доводит Тут еще батюшка с ножом пристал Нет Ему было легко Он ведь женился на матушке А мне-то каково Убит Просто убит Настенька Катенька Машенька Настенька Катенька Машенька Машенька Катенька Настенька Господа А что же мне делать Погибаю Во третий лет Я не могу Наглядеться на вашу Катеньку А графен Григорьевна Но в полном смысле Красавец Да много милости Дарья Семеновна А что вам Ночу же ее глядеть На свою Машеньку И отчаянию Испейте Налюбоваться Славичем А мне говорили Смиро Что хребов Ну вот Девушка Можно сказать Что девушка Да я все при себе держала А вы А вы Свою дома воспитывали? Дома Дарья Семеновна Дома Скажите Пожалуйста А какие приемы Ну будто в большом свете Дома Дома Вот нечего сказать, ну загляденье ваше мошо. А вы думаете на вашу Катеньку не весело глядеть? А что за манеры? Какой бунтон. Вот какая приятность. Какая ласка в разговоре. Нельзя не поздравить. Ты со стойами порадуешься. А я удивляюсь. А что ж она еще не замужем? Женихов, наверное, перечислить нельзя? Да. Четырнадцать генералов сваталось. Врет, просто врет. Были генералы, полковники. Князь был один. Только я свою эту Машеньку не неволю. Пусть она сама выбирает, ведь это что ей жить придется, а не мне. Только вам, как доброй приятельнице, я скажу секрет. Я свою Машеньку сегодня сговорила. Неужто? Вот вышел счастливый день. А я Катеньку сегодня сговорила. Дочь моя выходит за богача. Нет, дело не в том. Человек, знаете ли, хороший. Ну, Золотникова, Александр, слыхали, может быть? Что? Вот пустяки. Это моя дочь выходит за Золотникова. Они уже давно обручены. А нынче снова порешили. Нет, подождите, извольтесь. Он сегодня же просил в руки моей Машеньки. Нет, не Машеньки, а Катеньки. Да Машеньки, говорят же вам, Машеньки. Нет, не Машеньки, а Катеньки. Ну, ваша Машенька, ну, конечно, очень милая девушка. Ну, мне же есть сравница с моей Катенькой. О! А ну-ка, это, конечно, незаметно очень. А так, и всем известно, что ваша Машенька, это немножко ведь... Кривобокая! Что? А это, наверное, Кривобокая? Машенька, моя Кривобокая? Да у вас глаза разве кривобокие? Да я тут же прикажу ей раздеться перед вами. Прекрасно, Кривобокая! А не с того ли вы это говорите, что ваша дочь вся на воде? Моя дочь на воде? Да у меня салок на воде, а не дочь. А дочь моя не салок. Она вот вся как родилась. Она вся такая и есть. А платье она носит только ради приличия. Ей обманывать некого. А, да, и не обманывать. Сладников! Вот он, конечно, даром, что медаль его бумаг. Но ты же не такой пошлый дурак, чтобы жениться на ее Катеньке. Почему это так? Да потому что. Ведь это же всем известно, что ваша дочка бегала за гусарским офицером, который посмеялся над ней, да и грозит. И тут же бедную сироту оклеветали, которые ни душой, ни телом не виноваты. Какой благородный поступок. А гусар, между прочим, сам рассказывает о ней. Вы смеете мне это говорить? А вы думаете, неизвестно всем, что ваша эта кривобокая... А ну-ка, иди сюда! Влюблена в итальянского певца! Да! Да сразу, смотри, как она на воды... О, пересидит вот такой. А-а-а! А-а-а! Да все! Все смеются! А-а-а! 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 Пускать не велю! Да я с Сарва к вам не поеду! Генеральша Хлебова! Получше, чем вы! И то иметь со мной удовольствие! Вот! А-а-а! Так я, матушка, вас и не удерживаю! Я вас и не удерживаю! Прощайте, матушка! Сейчас же пойду в закатик! Нога моя здесь не будет! С катертью дорога! О-о-о! Кувыр-куырк! А ваша дочка не выйдет за нашего жениха! Не выйдет! А ваша просидит в девках! Я не позволю с тобой так шутить! Да я же вас! Да я же вас доча! А я буду жаловаться! У меня дядя сенатор! Да вы со мной так не разделаетесь! Уйти поскорей, чтобы хуже не вышло! А вот и прощайте! Вы бы вас здесь не видеть! Ух! 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 А вот и прощайте! Это какая? Одна кривобокая, другая на вате. Одна любит Сара, другая итальянца, а про меня говорят, что я дурак. Так нет. Не дурак я. Я не позволю себя дурачить. А я сделаю по-своему. Я выберу третью. Эээ, то есть первую. Не ту и не другую, а третью. Ну, то есть первую. Вот она. Вот она. Вот она штука-то какая! Да. Вот она. Да. Погодите, сударыня. Позвольте вам сказать по слову. Нет. Скажите, вы на меня сердитесь? За что? Ну, признайтесь, что сердитесь. Нисколько? Ну, как же, я с первого раза показал вам столько внимания, а потом занялся совершенно посторонними предметами. Так что же? Позвольте вас первым спросить. Скажите, а у вас нет родственников гусанов? Нет. А вы не поёте итальянских арий? У меня нет голоса. Какая вы бесценная девушка! Настасья! Где ты, пускай в очке? Павла! Настенька! Я вам торжественно предлагаю руку свою. Ах, боже мой! Вы, конечно, не здоровы! Не послать ли за доктором! Вы будете моим доктором! Извините, мне некогда! Нет, 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 не спешите. Решите сперва учить жизни моей. Не конфусьтесь, только... Скажите, только... Только честно. Было бы ли вам приятно, чтобы я женился на вас? Я удивляюсь, как вы смеете так говорить со мной. Я, конечно, бедная девушка, но я не позволю дерзких шуток. Так ты помилуйте, Настасья Павловна, я не шучу! Я имею положительное намерение жениться на вас. Кто вам сказал, чтобы я разделяла это намерение? С чего вы взяли, что я могу выйти замуж за первого встречного? Я знаю, в Петербурге богатые женихи не опасаются отказа. Но для меня в жизни есть еще многое, кроме денег. Там, в гостиной, говорили сейчас, что у вас два миллиона. Я не могу признаться, по этому случаю я столько наслушалась, что мне стало гадко. Впрочем, вам жениться нетрудно. Скажите только слово, и невесты сбегутся со всех сторон. А мне нужен не бумажник, а человек, которого я могла бы любить и уважать. Прощайте. Ну, Настасья Павловна, ну... Ну, выслушайте меня! Зачем? Вы ошиблись, Ваня. Я не похожа на других. Где вам понять гордость бедной девушки, которая за неимением других сокровищ хранит душевное богатство? Она не променяет души своей на роскошь ей ненужную. Она может жалиться и осчастливить, потому что высоко ценит себя, но никогда не продаст. Так вы мне отказываете, Настасья Павловна? Решительно. И надежды не оставляете? Не малейшей. Послушайте, Настасья Павловна, я глуп, дерзок, злодей, ненуж, да все, что вам угодно. Ну, правда, человек я не дурной. Ну, у меня нежное сердце, ну, виноват ли я? Ну, поверите, все думаю, как бы вот привязаться. Полюбить хорошенько, да затем и баста. Душа-то, душа-то так и шептит, Прилежись, балман, прилежись! А судьба как нарочно, так и дразнит. То гусар подвернется, То итальянец какой-нибудь, А я в дураках из деньгова. Ну, вот что мне в этих деньгах, скажите сами. Ну, вот все хотят моих денег, А меня-то, Меня-то никто не хочет. Мы на самом деле жалок. Поищите, не торопитесь. Найдете, может быть. Да я хочу вас, Настасья Павловна. Вы открываете мне глаза. Я чувствую себя новым человеком. Настасья Павловна, Сжайтесь над моим богатым положением. Я уже сказала вам решительный свой отказ. Будьте уверены. Я говорила с вами по убеждению, Не из пустого хокетства. Не сердитесь на меня. Этот урок может быть вам полезен. Когда вы будете забываться с некоторыми женщинами, Вы вспомните невольно, Что есть такие, которые не только заслуживают, Но даже и требуют уважения. Фу ты трогаешься. Ну, час от часу не легче. Дальше было три невесты, А теперь не одной. Ну, что, решился. Да погодите, погодите. С кем поздравить? Да не с кем. Отказала. Кто? Катенька. Да не. Машенька. Да нет же. Так кто же? Александр Васильевич, А что это значит? Это правда, что вы делали предложение Катеньке? Вы обмануть меня решили? Так это вам так просто не сойдет. У меня есть жрат на Кавказе. Вы с ним не разделайтесь. Слушайте меня. Я по-про-про-про-про, Право, не понимаю. С чего вам угодно. Вот она Каковская. Так, она уже здесь. А я-то на что, выпрْвожу, Не оставлю их вдвоем. Марья Петровна, я у вас в комнате платочек позабыла. Позвольте получить. Какая неспасная! Бобля не пришла! Сейчас принесу. Извините за беспокойство. Ничего. Александр Васильевич! Что я тут узнала? Вы опять растели меня обмануть? На матреньке свадаетесь? А это уберется риском? Вот это вам даром не пройдет. Мой троюродный брат вступит за меня. Будет биться в парольных пистолетах. И убьет. Непрогеменно убьет. Хорошо. И это. Так и есть. А нам уже есть. Екатерина Ивановна, идемте. Вас там маменька зовет. Тут в поле приплазнул б нее. А где она? Она, кажется, туда пошла. Идемте, я вас провожу. Съедемся. Идем. А уши твое не оставлю. Слышишь, батюшка, что за история-то, а? Молчи! Ах, я думала, что вы уже уехали. Я иду. Я иду. Настасья Смаловна, я отчаянен. Нет, так продолжаться больше не может. Это должна объясниться. Так, извольте говорить правду. Довольно я страдала от вас. Вы сватались на моей Машеньке. Вы сватались на моей Катеньке. Я вам оскорблять моей дочери не позволю. Да я буду жаловаться. Умер тяга-сенатор. Да тут твои глаза-то вытарочили. Мама, стоите, как вкопаный. Саша! Саша! Здесь ты, Саша! Пропали мы с тобой. Погиб. Беда пришла. Ох ты, дурно мне! Братушка, что это с тобой случилось? Лопнул! Лопнул! Кто лопнул? Тамбот! Тамбот! А что, батюшка, землетрясение? То есть не Тамбот, а откуп Тамбовский. Залоги все пропали. Ведь на два миллиона было все мое состояние. Вот. Письмо получил. Деревенька одна осталась. Яйцо с молотка. Саша! У нас нет ничего больше. Да и слава Богу, батюшка! Я так перепугался, батюшка. Да я думал, что с тобой какая холера сделать. Да, батюшка, к чему ты так кричаешь, да? Ну, денег у тебя не будет. А я-то на что? Я-то на что? Да он благородный человек. Ой, ой, бедная Катерина Ивановна. Ну, футуса нет. Несчастная Марья Петровна. Да это вы, это вы несчастная. А вы, это вы не хотите, подвижиться. Мне тяжело не надо. Да, ваше ребенок. Жалко мне вас, Василий Петрович. Такой неприятный фонд тренданства. А, ну, ты, бабенька! Да всё равно. Сын ваш молод. А степеница, когда женится на Маню Петровне. Нет, позвольте. Ваш сын сматался на Екатерине Ивановне, а я, к счастью, мешать не хочу. Да позвольте спросить, кто же выхватит за Сашу? Вот! Ну уж, конечно, не я. Ха! Да и не я! Так, не вы. Да нет, батюшка, она мне богатому-то отказала. Ну, пойдем отсюда. Пора заумраться. А то же, а денег у меня и голова-то кругом пошла. Такая забилась дурь в голову. Пора теперь самому быть человеком. Ну, что ж ты думаешь, я скотина какая-нибудь, стул, чурбан. Ну, не чувствую, чем я тебе обязан. Ты поработал на своем веку, слава богу, тебе и моя очередь. Да ты не приживай, я тебя протормлю, обеспечу. Да пойду во что угодно, батюшка. Да, в магазин, в подъемчике, в мастеровые, в сапожники, в батраки, в журналисты, в литераторы. Господа, есть ли у кого-нибудь местечко? Ну, без протекции вы сами знаете, ведь сложно. Не откажите, оправдаю. Честен? Да. Добр? Да. Предан? Да. Останетесь довольны. Ну, пойдем, батюшка, будем сами с собой, а не придатчик своим деньгам. Урок этот стоит всего твоего богатства. Ну, пойдем. Погодите, Александр Васильевич, я виновата перед вами. Вы? Я оскорбила вас, Дайвич, и потому что не знала благородства ваших чувств. Не говорите, не говорите так, а то опять сердце пойдет верхом. Да я теперь к вам и взваться-то не смею. Я только теперь могу согласиться на ваше предложение. Во мне много гордости, и я чувствую, что могу заменить вам все, что вы потеряли. Вот вам моя рука. Хе! Что я слышу? Настя, как? Настя Павловна! Дальше, моя! Обними меня! Ну и ты, обними меня, только в последний раз. Ой! Как трогать телена! Водку вам поставлю, Василий Петрович. Да как же это несчастье могло с вами произойти. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Да оно из мальчиних, матушка, не произошло, а могло только произойти. А почему это так? А это так, что я еще в прошлом году отказался от всех своих откупов. А два миллионечка, так уж и быть, пойдут Настеньки на булавки. Схитрил, матушка, грешный человек. Вот, сам же своему выручить хотел. Не обнимайте. Только вы меня обманули! Василий Петрович, ты это же из-за угроз. Альга, будешь обманули, у меня дядя-то, Сенат Наркал? А вот какова Настя, а? Вот догадалась, должно быть, всех провела. Нет, нет, она, она наперед все знала. Точно! А впротив, впротив, я очень рада. Молодец. Пойдем, Машенька, нечем нам с тобой больше здесь сделать. А ты, матушка, молодец, мастерица, всех провела. Я всех провела? Они вправду подумают. Это нестерпимо. Лучше откажусь от слова. А кто говорил, что слово свято? Нет. Ежели всякого толка бояться, Так и жить нельзя будет? Нет. Пускай говорят что угодно, А мы веселым пирком Да за сводьевку. Да уж бы поскорей, батюшка. Кто-то же. А ты? Гляди на жену, Да выбей пустяки из головы, И будет тебе радость, Да утешение, А не беда, От нежного сердца. Аплодисменты. 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 Теперь решители, сейчас, Теперь решители, сейчас, Должны просить мы С пресхождения За сочинителя И нас Боимся мы, что надоели. Вы нас утешите, господа, Вы нас утешите, господа, В сердце нежного пирка, И мы не пришла в самом деле. Аплодисменты. 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 Аплодисмент Right. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.